Добрый вечер! Отрывок Евангелия, который будет читаться тоже в воскресенье, он будет посвящен тоже Кресту. Вот предлагаю для начала ознакомиться с этим отрывком, а потом продолжим с вами разговор. Итак, это Евангелие от Марка, хотя и апостол Матфея об этом и Лука рассказывает, да? Глава 8, со стиха 34 по главу 9, первый стих, пожалуйста. Послушаем Евангелие. И подозвав народ с учениками своими, сказал им, Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Ибо кто постадится Меня и Моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постадится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе. В какое время, какой повод для такого разговора? Ну, конечно же, Господь постоянно беседовал с апостолами в течение всей своей проповеди евангельской по всем селениям Израильского царства. И это тоже одна из бесед с апостолами, когда они шли по дороге из одной веси в другую, из одного селения в другое селение. И предваряло, вот именно эти слова, предваряло такая беседа, или, можно сказать, даже в какой-то степени спор апостола Петра с Господом. Так как Господь ему, ну и всем другим говорил, что ему надлежит, то есть необходимо ему прийти в Иерусалим, и там его возьмут под стражу и убьют. И апостол Петр по своей любви ко Господу, он воскликнул, да не будет этого, не надо туда ходить, давайте пойдем в другие селения, зачем нам в Иерусалим тогда идти, если там тебя убьют. И на это Господь ответил Петру, апостолу Петру, которому дал ключи от Царства Небесного, он ему ответил, отойди от меня, сатана. Такие страшные прям слова, да? Да, то есть, ну, представляете, избранному апостолу, любимому ученику, которого он везде с собой брал, и в том числе и на фаворе он был, и там при воскрешении там умерших, и там исцелениях, и прочее, прочее. И по воде он единственный, кто прошел по воде с Господом, это апостол Петр. И вот именно ему Господь говорит, отойди от меня, сатана. И дальше продолжает, объясняя эти слова, ибо ты, обращаясь к Петру, ибо ты думаешь о человеческом, а не о божественном. Конечно же, вот такие жесткие слова, жесткий ответ апостолу Петру, он был необходим, но, скорее всего, этот был, так сказать, эта фраза была сказана наедине, может быть, там, при нескольких всего апостолах, а потом Господь обратился уже ко всем, потому что, скорее всего, у всех в головах были вот именно такие воззрения на Господа, что Он здесь воцарится, что Он здесь станет царем над Израилем, над всем миром, и что они будут, как бы, привилегированные, приближенные Его служители в этом царстве земном. И, конечно же, это неправильное совершенно понимание сущности жизни Господа на земле, зачем Он пришел в этот мир, и, конечно же, Господь должен был это разъяснить и, можно сказать, даже выбить из умов апостольских и других учеников сами мысли о том, что здесь они будут царствовать, здесь им будут кто-то подчиняться, здесь они будут иметь власть над народами. Господь в другом месте говорит, вы – малое стадо, то есть верующие – это малое стадо, и для мира вы безумны, далее, Господь говорит, но не бойтесь, я победил мир. То есть вот эти слова мы должны правильно воспринимать и вот в комплексе всех этих фраз рассматривать все эти события. То есть Господь пришел в этот мир не для того, чтобы здесь воцариться в свое первое пришествие, а для того, чтобы спасти человеков, не для того, чтобы показать свою славу, свою силу, предстояние ангелов и прочие божественные, так сказать, какие-то энергии, исходящие из него. Он мог это все, конечно же, сделать, но тогда бы его просто боялись, но никак не любили. А Господь пришел сюда, чтобы показать свою любовь к этому миру, к падшему человечеству и желание по любви ко всем верующим в него спасти их от смерти духовной, даже до смерти божественной. То есть Господь пошел на смерть ради того, чтобы нас спасти и ввести в Царство Небесное. Вот именно об этом Господь и говорил вот в этих беседах. В том числе и в сегодняшнем Евангелии об этом сказано. Господь говорит, и подозвав народ с учениками, с вами сказал, кто хочет идти за мной, отвергнись себя. Вот эта первая часть. Что значит отвергнуться себя? Ну да, как-то нам трудно понять, как я живу. У меня есть свои потребности, у меня есть свои желания, какие-то свои хобби, пристрастия, может быть, какие-то любимые или нелюбимые моменты жизни. И, соответственно, я, как я могу сам от себя отвергнуться? То есть я что, сам себе должен вредить, что ли? Сам себя должен убивать? Нет? То есть у нас в нашем сознании заложен такой стереотип мышления, что мы должны себе делать только хорошее. И ничего, так сказать, плохого мы себе точно делать не должны. А здесь Господь говорит напрямую, отвергнись себя, то есть сделай себе плохо. Но это, так сказать, первая такая мысль, которая приходит при прочтении этих слов. А вторая мысль, но Господь же, Он премудр, и, соответственно, Он не может нам вреда советовать, чтобы мы сами себе вредили. Поэтому начинаем разбираться далее в этих словах и понимаем, что Господь говорит, отвергнись себя со своими хотениями, привычками и желаниями плотскими для того, чтобы спасти свою духовную часть своего естества. Потому что плотская часть естества, она, хочем мы или не хочем, она все равно умрет. То есть мы все смертли. И она враждует, да, получается, с духовной. И да, и, конечно же, плотская часть, она требует и желает совсем не того, не полезного совершенно, она желает для того, чтобы духовный человек возрастал. То есть плоть, она тянет нас в другую сторону, в противоположную от духовных желаний. Поэтому Господь говорит, отрекись от этого, от своего плотского желания, плотского естества, плотских пристрастий. И привергнись, то есть привяжись к духовным желаниям и привычкам, добрым духовным привычкам. И тогда ты действительно станешь истинным человеком Божиим. И ты тогда спасешься и войдешь в Царство Небесное. Потому что плотской человек, он погубляет свою душу, духовную часть своего естества. А духовный человек губит в какой-то степени свое естество телесное, но таким образом спасает духовное естество. Мы двусоставны. И вот этот конфликт между телесным нашим составом и духовным составом, он будет продолжаться в течение всей нашей жизни. И здесь нам надо выстроить приоритеты правильно. Что же важнее, духовное естество вечное или телесное естество, которое так или иначе, оно в могилу пойдет на корм червям. Вот здесь Господь говорит, отвергнись, то есть откажись от телесного и привяжись к духовному. – Ну, наверное, можно на таком примере, на примере других, наверное, можем понять, отвергнуться. То есть когда нам человек не особо какой-то нравится, и вот его там хоть что с ним делает, нам все равно, что нам с ним делать. Так же, наверное, к себе надо относиться, да? – Ну, если для понимания самого термина «отвергнись», мы действительно, если нам что-то неприятно или кто-то неприятен, мы просто его не замечаем и обходим стороной. То есть мы вообще с ним не имеем никаких контактов. То есть мы из нашей жизни, он вычеркнут, да? Вот в нашей жизни нету этого человека или этой ситуации, или этих событий, мы вот не хотим. Но если человек не любит, например, футбол, то он его никак не приемлет и отвергается. То есть если даже по телевизору что-то попадается, он просто сразу переключает. Для него нету этого футбола. И наоборот, человек, который любит футбол, у него только футболом и телевидением, и он ездит, он там что-то читает, и он что-то как-то интересуется. То есть здесь вот эта вот разница как раз четко прослеживается. А здесь мы должны полностью от себя самих, плацких только я напомню, плацких… Переключать телевизор. Да, постоянно отключаться, отключаться. А оно опять включается. Она опять в трансляции пошла. Да, хочу есть, хочу спать, хочу блудить, хочу ругаться, хочу там настаивать на своем. Денег побольше. Да, хочу что-то купить, для этого хочу заработать побольше. То есть хочу, хочу, хочу. И все, что я перечислил, если вы проанализируете, это все плотское. Ничего духовного в этом нет. Ну что духовного в стяжании? Материальных благ. Ничего. Ладно, если бы человек стяжал духовные блага, это еще куда ни шло. Или хотя бы знания какие-то стяжал. Хотя и знания, они все тоже упразднятся. Как это ни странно для многих ученых звучит, знания, которые мы сейчас, за которыми мы гоняемся, говорим, вот эти высокие технологии, они решают все. Да, вот это то, что управляет миром, это вот большие знания. Нет, это все упразднится. Как это ни странно. Почему? Потому что если мы начинаем жить с источником знаний в постоянном контакте, то есть с Господом, а Господь, Он же промыслитель всего, и Он творец всего. Соответственно, Он знает все, как устроен весь этот мир. Он знает, что с Ним будет, Он знает, что с Ним было. То есть все знания, которые мы по крупинкам где-то что-то воцарапываем, создаем историю, физику создаем, математику, биологию. Не надо ничего создавать, это все у Бога есть. Если человек с Господом, то Господь ему открывает это по необходимости даже более, чем какой-то ученый может знать. О чем, кстати, многие воспоминания верующих ученых говорят, что при общении с духовными лицами мы были поражены, насколько они глубоко понимают той или иной область науки, о которой они беседовали. Откуда старец, который в затворе, который занимался только Иисусовой молитвой, чтением духовной литературы, постами и богослужениями, откуда он знает научные какие-то знания? Откуда они у него? Тем не менее, это и есть. Это факт. И вот здесь мы как раз понимаем, что отречение от всего плотского освобождает место духовному. Ну, если у вас есть грядка в простоте, на этой грядке можно посадить чего? Можно картошку, можно огурцы, а можно, не знаю, какую-нибудь клубнику. Вместе клубнику с картошкой никак не вырастешь. Вот душа – это наша такая грядка, на которой мы что-то должны насадить с помощью Божьей. Если мы там насаждаем только плотские вожделения и плотские привычки, то там ничего духовного не вырастет. То есть вся площадь нашей грядки будет занята этими, так сказать, плодами, плотскими. А чтобы на ней выросло что-то духовное, надо все это вычистить, отречься от этого, отвергнуться. И тогда уже на этом свободном месте, обработанном от сорняков, удобренном молитвами и слезами покаяния, и, так сказать, дарами Божьими, да, таинствами, вот тогда на нем вырастут духовные плоды. Какие духовные плоды? То есть мы с вами с телесными разобрались, да, то есть это блуд, сребролюбие наш, там все это понятно. А вот духовные, что нам насаждать? Духовные плоды, они более разнообразны, чем плотские. То есть, ну, у нас всего лишь пять чувств телесных, да, и вот мы их можем, так сказать, радовать, ну, обоняние, осязание, там, вкусовые какие-то, там, зрительные, слуховые. Вот все, чего еще мы можем? Ну, наркотически, но это тоже, так сказать, к чреву относится, да, мы же это поглощаем в себя, принимаем, да. А вот духовных, духовного развития, духовных качеств намного больше, потому что здесь мы сталкиваемся с миром намного более богатым, чем мир плотской. Сам Господь говорит, что одна душа человеческая дороже, чем весь мир, то есть вся планета Земля дороже. Значит, она более богата, чем планета Земля со всеми, так сказать, ее населяющими творениями Божьими. И удивительно, вот, что мы об этом даже не задумываемся. Где же эти богатства? Это же в каждом из нас это богатство скрыто. В чем это богатство? Ну, это прежде всего, конечно же, духовный разум. То есть одна из высших добродетелей – это премудрость, да, это рассудительность, добродетель такая, да, христианская. Потому что с помощью нее мы можем остальные добродетели правильно применять. Добродетель любви к ближнему, любви к Богу. Добродетель милосердия или сострадания, или добродетель покаяния. То есть это все, я называю, слова, за которыми стоят качества души. То есть если человек имеет покаянное состояние души – это добродетель, с одной стороны, но, с другой стороны, это определенная сила и качество души, которой у бласкового человека просто нет. Он даже не понимает, о чем идет речь. Как можно плакать о самом себе? Как можно себя плакивать? Нет, я могу плакать, если потерял машину, там, или, не знаю, жену потерял, там, или… От сильных чувств. Да, каких-то вот материальные, так сказать, потери произошли со мной, и я тогда плачу. Но это внешнее. А как можно плакать о внутреннем своем греховном состоянии? Но, тем не менее, эти же чувства есть, и многие, многие тысячи людей оплакивали себя. Почитайте жития святых, почитайте преподобных отцов. И, ну, допустим, афонские, так сказать, рассказы о житии их преподобных говорят нам, что они за литургию плакали так, что у них лужица от слез образовывалась около их ног. За время литургии так он рыдал о своих грехах. Это же не актерство, это не наигранность, это искренне человек имел в себе вот эти качества и чувства этой покаянного состояния души. Ну, в то же время есть ведь чувство надежды, то есть упований на Бога. Для многих это чувство так же закрыто, они даже не понимают, что это такое. Вот как уповать, а как это уповать на Бога, это что такое? А я зачем, да? Нет, я уповаю только на себя. Ну, кто-то поумнее скажет, я уповаю на деньги. Еще умнее скажет, я уповаю на свои там связи, на людей. Потому что, понимаешь, деньги можно отнять, ты можешь ошибиться, а вот связи там, ну, как-то там могут тебя поддержать. Но, оказывается, и связи разрушаются, контакты с людьми тоже теряются. Человек заболевает, все отворачиваются. Все от него отворачиваются, все. Он остается один на один с болезнью, а то и со смертью, один на один. И какие связи, деньги там, или ум там, или сила человека. Как они могут помочь на смертном адресе? Да никак. Это просто невозможно. Потому что смерть, она духовная имеет начало. Смерть, она приходит к человеку, когда Господь ее посылает к нему. Хочет человек или не хочет, нравится ему или не нравится, но он умрет. Вот в тот день, когда Господь ему пришлет смерть, тогда он и умрет. Но если Господь увидит покаянное состояние души, он продлит жизнь человеку. Вот даже такой, наверное, такой индикатор для нашего разговора, если мы сейчас говорим о смерти, если кто-то вдруг испугался этого разговора, ой, не буду об этом говорить, это уже, что человек неправильно живет. То есть, по сути, святые отцы, они, наоборот, ждут смерти. Ну, неправильность того, что мы от смерти отворачиваемся, уже заключается в том, что она же все равно есть. Отворачивайся от нее, не отворачивайся. Буду я ее учитывать в своей жизни или не буду, она все равно есть. Это объективная реальность, от которой глупо отворачиваться, и, наоборот, ее надо учитывать. Если ты разумный человек, то ты обязательно должен учесть, что, ага, будет еще и смерть в моей жизни, да, вот там будет. Ну, если человек мирской, то он планирует свою жизнь каким-то образом. Ну, вот я сейчас, там, школу, там, потом институт, работу, семья там будет, у меня еще что-то будет. Потом, ну, старость будет, конечно же, и надо на старость что-то накопить, да, какие-то вот сделать. На черный день, да. Да, на черный день, как бабушки собирали гробовые, да. Вот. А потом что? После накопления гробовых-то что? Потом смерть. Ну, как, вот это все я планирую, планирую, а потом ноль, что ли? Нет, а потом ничего? Нет. Потом смерть. И ее тоже надо в своих планах рассматривать. И только глупый человек не рассматривает в своих планах смерти. Обязательно ее надо ввести в свой план действий на жизнь. Иначе вы окажетесь у разбитого корыта, если вы этого не учтете в своей жизни. И уж тем более будете бояться. Смерть, ну, чего ее бояться? Она естественна. Она, я бы сказал, даже необходима смерть каждому из нас. И вот есть такие фантастические рассказы, где люди мечтают какой-то там, такой, изобрести какое-то вещество, с помощью которого жить вечно в этом мире. То есть попил его, и все. И всю жизнь мучится. И живешь, и живешь. 100 лет, 200 лет, там, твои родственники уже умерли. У тебя новые родственники появились. А ты вот все попиваешь, это там лекарство, да, от смерти. И это ужасное мучение. Если брать Симеона, богоприимца, он 300 лет жил, он изнывал от этой жизни. Ему, да, ныне отпущаешь, и рабат его, владыка, с миром. То есть как он радостно это говорил. Наконец-то ты меня отпускаешь с миром из этого мира. То есть с миром духовным, из мира плотского. То есть человек, долго живущий в этом мире, он устает от него. И в этом смысле смерть, она в каком-то степени даже облегчает человеческое существование, потому что она снимает с него тело, которое в любом случае изнашивается. В любом случае болезни, какие-то травмы, какие-то, не знаю, там… Да и почти вся жизнь. Осознанные или неосознанные моменты жизни. Всяжные страдания наши. Да, то есть мы всегда видим, что тело всегда так или иначе страдает, и оно ухудшается, ухудшается, ухудшается по мере нашей жизни. Ну, как изнашивается платье или машина изнашивается, так и тело износится рано или поздно. И что же жить в этой развалюхе в вечности, что ли? И мучиться от этого? То есть мы понимаем, что смерть нужна. Почему нужна? Да, потому что это новый шаг в новые измерения, в новую совершенно для человека, в новый вид жизни, который здесь он, может быть, даже и не подразделял, что он есть. А он есть. И сама смерть – доказательство того, что он, этот новый мир, есть, куда мы рано или поздно войдем. Остается только к нему подготовиться. И поэтому… Вот сравнивают, да, в очреве, когда ребенок, да, он же тоже не знает, что есть иной мир. Ну да, есть же так рассказ, что два младенчика в утробе матери-близнеца спорят друг с другом и говорят, что ну вот мы завтра умрем, один говорит, а второй говорит, да нет, там еще другая жизнь есть. Он говорит, да откуда ты знаешь, оттуда никто не возвращался, кто тебе это сказал? То есть в утробе вот два спорят брата, да, близнеца. Ну, понятно, что зачем опять в утробу входить, если ты родился из утробы? То же самое и здесь. Человек умирает, ему уже сюда возвращаться незачем. Он все, что хотел, все, что мог, он здесь приобрел и с этим накопленным багажом уже дальше пошел, в новый мир. Ну, как младенчик из утробы матери, он уже от утробы матери все, что нужно, взял, ему надо дальше развиваться. Дальше утроба будет только мешать ему. И он, когда рождается в этот мир, он развивается, у него появляется огромное количество новых впечатлений. То же самое и у человека, который здесь умирает, там-то он рождается в тот мир. И, естественно, у него огромное количество впечатлений, которых здесь он даже и не знает. И вот об этом надо думать. Да, и кроме того, мы же здесь мучимся, ведь Адам, когда был из рая, на мучения, и в поте будешь и зарабатывать, и женщина в болях будет. То есть здесь вообще одни страдания. Ну да, вот Адам, он общался с Господом, он не то, что верил, он знал, что Бог есть. Он видел рай, да, он в раю прожил достаточно долгое время до своего изгнания, да. Он знал, что Господь сотворил весь этот мир. Чего бы ему ни радоваться, он жил в этом мире тысячу лет до своей кончины. И всю тысячу лет он плакал. Перед вратами рая он плакал, потому что он хотел вернуться в рай, а его туда не пускали. Нет, ты изгнан из рая и живи вот в этом мире. Но от этого мира он рыдал. Ну и живет для плача, да. А почему он рыдал? Потому что этот мир не сравним с тем миром. Он и по красоте, и по ощущениям, и по другим, даже не изглаголанным для нас моментом соприкосновения с ним, тот мир, он не сравним с этим миром. Нет злобы, да. Ведь мир держитель, мир правитель, да, здесь это сатана. В любом случае мы здесь, да, с сожительствием, да, у нас тут коммунальная квартира такая, то есть здесь живет не только человечество, но и падшие ангелы в этой коммуналке. И они друг друга вот пытаются, так сказать, выселить, то есть бесы с нами борются, потому что мы им явно мешаем, явно они нас ненавидят в этой коммунальной квартире под названием «Планета Земля». Естественно, нам вредят и всячески пытаются уязвлять и досаждать. И это еще отдельная статья, так сказать, страданий. То есть мы не только телесно страдаем, мы и духовно страдаем, потому что наша жизнь, даже если мы буквально золотом нас обсыпь, то есть вот все, что желаешь, все, так сказать, у тебя будет материальное, человек будет изнывать от скуки, от внутреннего такой тоски, печали, отсутствие богообщения. То есть человек все равно будет мучиться. Кроме того, ему еще будет в этом помогать, в этом мучении духовном, потому что материально он будет обеспечен, а духовно его еще и сатана будет грызть и уязвлять его душу, потому что… И через других тоже детей. Да, это его работа. И ложь, кривита, и злоба, то есть страдания. Да, и зависть, потому что чем больше у тебя денег и имущества, тем больше тебя завидуют. Чем больше тебя завидуют, тем больше тебя ненавидят, потому что завистник, он ненавидит того, кому он завидует. У него есть то, чего у меня нету, и, соответственно, за это я его и ненавижу. Да, вот есть такая басня Крылова, да, про волка и ягненка. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать, да. Вот здесь как раз так, что завистник, ему что-то хочется, а ты виноват, что у него этого нет. И поэтому ты виноват. У меня же этого нету, значит, ты виноват. Вот здесь о логичности этой жизни в нашем мире, она ярка, и те, кто с этим сталкивался, они подтвердят эти слова. Да, действительно, логики никакой, зависти нет. И это тоже накладывает печаль и страдания на человека, сталкивающегося с этими ситуациями. Вернемся к добродетелями, да, к духовным. На нашем примере, то есть мы с вами сказали, что для нас, наверное, слишком высоко плакать о своих грехах. Ну, а вот к нашим огородам вернемся, да, тоже картошку посадить, например, и взять ее, ну, не для себя, взять ее и раздать. Да, деньги там получил, взял и кому-то добро сделать, да. Наверное, можно все это от себя развернуть в сторону других. Ну, можно, конечно, да. Но здесь главное перебороть свою волю, потому что… Вот тебя подрезают, например, на дороге, ну, ступи я, как это объяснить? Да, хотя бы даже ничего не говори. Вот, ну, хороший человек поехал, ну, торопится, может, у него жена рожает или там, не знаю, мама в больнице. Вот он торопится, поэтому тебя подрезал. Нет, ему же вслед там, так сказать, чего только не скажет человек, да. То есть мы в этом плане, конечно же, очень легки на осуждение, легки на раздражение, гневливость, потому что мы гордостны и своевольны. И прежде чем человек войдет вот в духовное какое-то рассуждение, ему надо отречься от своей воли. Это необходимость. Тут как-то не крути, ты должен отречься от своей воли. Ну, например, если хочешь там заняться математикой, то ты поневоле сам себя принуждаешь идти к учителю, который тебя учит математики. Или там, как спортсмен, если он хочет достичь олимпийских каких-то результатов, он подневольным становится, можно сказать, рабом у своего тренера. И тогда он что-то достигает. Вот если человек хочет достичь духовных результатов, он также должен стать сначала рабом Божьим. То есть он должен воспринимать и исполнять те заповеди, которые Господь говорит. И потом он увидит плоды от этого всего на той самой грядочке. А если он не отречется от своей воли, значит, в нем будет гордыня, значит, в нем будет масса ошибок. Он же не все знает в этом мире, только Господь это знает. И, естественно, он будет страдать. Ну и такой еще, наверное, для нас тоже можно понятный пример привести как прощение. То есть это же не телесное какое-то такое движение получается. То есть сколько, наверное, есть людей, которые там с соседями враждуют, даже между родственниками. То есть это само прощение, оно уже идет как духовный добродетель. Ну да, материально-то ничего не изменилось. Но вдруг материально вот меня кто-то что-то, ну, обворовали или обманули, да. Или там даже муж, например, предал, ушел. Конечно же, это логично, что понятно это боль. И человек, у него есть два пути в этой ситуации. Первый путь – это озлобиться, это даже до мстительности дойти своему обидчику. И все это человек внутри себя будет переживать. И это не снаружи, да, это внутри. То есть это как будто ты выпил уксусной кислоты, она изнутри тебя разъедает. Вот эта вот ненависть, вот эта вот мстительность, вот эта там накрутка всяких чувств отрицательных к этому человеку. А там бес еще и поможет, как-то там сформулирует, еще массу мыслей вложит в голову. То есть здесь человек сам себя изнутри отравливает вот этим, так сказать, подходом. И наоборот, если тебе кто-то что-то сделал плохое, а ты его простил, тебе ничего не вернулось. То есть, ну, допустим, тебя украли что-то, да, тебе же он не вернул ничего. Нет, ну ты ему простил, и у тебя внутри душа твоя спокойная. Нету мстительности, нету озлобленности, нету уныния, что я потерял там вот и все, а вот у него это все появилось, да. Вот этих всех отрицательных чувств, мыслей, желаний внутри нет. И ты сам себя не отравливаешь этой кислотой отрицательных эмоций. Здесь вот надо, ну, хотя бы с этой точки зрения самосохранения прийти к этим правильным выводам. Да, самое главное, наверное, настроить себя внутри так, чтобы никому не желать зла. Это тоже одна из добродетелей, да, миролюбия, да, блаженные миротворцы, да, которые никому зла не желают, а наоборот стараются всех примирить, всех оправдать. Всех, да, как-то вот любить, и чтобы не было конфликтов. То есть бесконфликтные люди такие, их все любят, кстати, к ним все относятся очень с большим уважением. Даже если они не особо там достигли каких-то высот в науке там или в искусстве, или в финансовых каких-то вопросах. Но за то, что они миротворцы, к ним все относятся как-то так же вот положительно с любовью. И это тоже одно из качеств, которые надо приобрести. Но самые важные качества – это все-таки отсечение своей воли. Повторюсь, потому что, чтобы мы стали миротворцами, или стали иметь покаянные чувства, или нищету духовную иметь, или другие одно из девяти заповедей блаженств принять в свою душу, мы должны отсечь свою волю, свое разумение, свои привычки, свое мнение о том или другом, и привить себе волю, привычки, мнения, желания Господа, которые изложены в Евангелии. И там мы это черпаем. Для чего мы считаем Евангелие? Только для того, чтобы привить себе эти взгляды, эти движения души, эти чувства, эти желания, эти действия. Да, кроме того, мы же не изобретаем велосипед, сколько святых прошли, ведь разные имученики есть. Или взять, например, там, великая катастрофа была, Ной смирился с этим, он начал строить ковчег. Потом Авраам, вот это его вера, когда для него такое было испытание, и он пошел сына на заколание. Мы не первые живем в этом мире, конечно же, и Господь многим открыл до нас. Если Ветхозавет набирать, то там Пророком Господь открывал свои мысли, чувства, свои желания в заповедях, в десяти заповедях. Моисей Пророк дал те самые десять заповедей, которые мы сейчас до сих пор знаем и стараемся исполнять, надеюсь. Но мы знаем и до Ветхого Завета, до потопных праведников, который тоже, тот же Енох, который вознесся на небеса без смерти, Господь его забрал на небо, он не умер, как и Пророк Илью, Ветхозаветного Пророка. Так же Господь забрал на небо без смерти. Почему? Потому что они жили по воле Божьей. Об этом мы читаем в Библии, это, так сказать, все четко там изложено по пунктам. Но, к сожалению, не все люди учатся на ошибках других или на добродетелях других. Большинство людей, вот как это ни странно звучит, они вот учатся на своих ошибках, на своих синихах, и, естественно, теряют огромное количество сил и, что самое страшное, времени в своей жизни на то, чтобы эти ошибки потом исправить, осознать. А многие и уже сил не хватает на то, чтобы это все исправить и осознать, и как-то начать жить по-новому. Вот это очень грустно. Поэтому всех, прежде всего, призываю учиться на опыте тех предыдущих поколений, которые у нас есть. Ведь за эти тысячелетия до потопа, после потопа, до Рождества Христова, после Рождества Христова, тысячи, если не миллионы жизней, они уже отработали, можно сказать так, технологию спасения своей души. Проложили нам путь, да? Путь нам проложили. Да. Возьми крест свой и следуй за мной. Что такое спасительный крест? Все это кресты спасительные. Ну, крест, возьми крест, здесь мы можем в прямом смысле это понять, как Господь шел на Голгоф. Он нес свой крест, да? Я даже упал под его тяжестью, но и там Иосиф Аримафейский, потом... Нет, Симон Кириньянин, Иосиф Аримафейский, он в огроб положил. Симон Кириньянин потом нес его крест, помогал ему нести до Голгофа. То есть это прямой образ, да? То есть вот эту тяжесть, которую нес Господь, он говорит, и мы должны также взять ту тяжесть, которая лежит на нас. Как ее взять? Ну, смириться с ней, то есть понять, что есть вещи, от которых мы никак не откажемся. Ну, семья, дети, болезни. То есть это скорби какие-то, да? Да, это те тяготы, те скорби, те тесноты, которые присущи каждому из нас. Ну, кто-то там болеет от рождения, кто-то в жизни там получил травму, кто-то там неудачно там создал семью. Это все тяготы, тяготы, тяготы. У кого-то дети родились больные там, или что-то случилось там с близкими. Это все те самые скорби, которые мы не должны в уныние впадать, мы не должны раздражаться, мы не должны кому-то мстить, а смиренно это взять. Ну, да, Господи, как ты хочешь и как знаешь. Так, значит, так. Я буду нести это вот до конца жизни. Этот крест. И этим человек спасается, если он к этому относится смиренно и преклоняет свою волю пред волей Божией. Вот это надо четко понимать. Ну, это как бы первая такая мысль. Потом, что такое крест? Крест – это, конечно же, оружие, которое Господь нам вручил против сил бесовских. И Господь говорит, возьми крест и следуй за Мною. Здесь, в том числе, мы, значит, идем за Господом на бой, на войну с оружием, не материальным, а духовным оружием, крестом Божиим, который от нас отгоняет бесов. Бесы не могут смотреть на крест и не могут к нему приблизиться. Да, многие люди даже и крестики на себе нательные не носят. Нательных крестиков нет, но, как раньше, революция говорила, да креста на тебе нет. Это, значит, с тобой никаких дел иметь нельзя, ты совершенно непредсказуемый человек и не держишь свое слово. То есть креста на тебе нет. Вот Господь и в этом смысле говорит, возьмите крест на себя. То есть мы должны отвечать за свои слова, мы должны быть правдивы, не лживы, мы должны иметь терпение, послушание и прочее, прочее. Это тоже входит вот в эти слова, в смысловую нагрузку этих слов. Возьми крест на себя. Ну и, конечно же, крест, кроме того, что он оружие против бесов, он еще и то древо спасения, через которое мы спасаемся. Как Адам был изгнан из рая через древо познания добра и зла. А, да, вот с Евой они вкусили от плодов этого дерева и были изгнаны из рая. То есть теперь мы вкушаем от древа крестного плоды божественной любви к роду человеческому. Что это? Это причастие, это кровь Христова, которая была пролита, и тело Христова, которая была пролита на кресте. И когда мы берем крест, вместе с этим древом крестным, мы, значит, должны брать и возьмем и плоды этого древа. То есть причастие, тело и кровь к Христову. И без этого спасения нет. Тут очень много таких параллелей, которые можно о древе Господнем, о кресте сказать. Поэтому постарайтесь вот в своей жизни все эти смысловые нагрузки проверить, а есть ли они у нас, в нашей жизни. Есть ли вот на мне нательный крестик, а терплю ли я какие-то там скорби, тесноты, а причащаюсь ли я, а ограждаю ли я себя крестным знаменем. Ну вот это все, оно все как бы в комплексе должно пребывать в жизни каждого человека. А почему именно жертва искупительного Господа была на кресте принесена? Конечно же, мы не можем ответить за Господа. Сам Господь избрал себе орудие смертной казни. То есть никто ему его не навязывал, он сам его избрал. Мало того, даже тот материал, из которого этот крест был изготовлен, был принесен самим Господом на землю. То есть те три ангела, которые пришли к Аврааму, они пришли с посохами. И эти посохи оставили у Авраама. Авраам потом эти посохи поручил Лоту воткнуть землю, поливать. И из этих трех посохов выросло дерево, сплетенное как бы из трех видов деревьев. Сосна, кипарис и кедр. И потом это дерево было спилено, принесено в Иерусалим для строительства храма Соломона. Но оно там не потребовалось. И оно потом лежало в овчей купеле, из-за чего овчая купель была чудотворной и исцеляла больных людей раз в году. Потом это древо извлекли, из него сделали крест. И этот крест, он был пропитан водой, он был очень тяжелым. И его положили сначала на плечи Господа, а потом на нем его распяли. То есть фактически вот эту цепочку, посмотрите, сам Господь в виде трех ангелов принес это древо с рая. И сам Господь на нем потом распялся. Почему именно так? Ну, посмотрите, Господь самим видом распятым на кресте, мы видим, как Он хочет обхватить весь мир. То есть Он развел руки в таком вот... Как собирает птенцов. Да, желание всех собрать в себе и укрыть под своими крыльями, и спасти, и привезти в Царство Небесное. И как бы приглашает прийти всех к Нему. То есть это одна из таких позиций, да, объясняющих крест. Кроме того, крест является, конечно же, орудием пыток. Не только орудием убийства, но и пыток. То есть человек, прежде чем умереть, несет огромное количество телесных мучений, потому что гвозди проходят сквозь жила, сквозь нервные волокна, и ужасно все это болезненно. И человек, даже чтобы вздохнуть, он же висит на своих руках, пробитых гвоздями. Ему приходится на этих руках подтягиваться, чтобы диафрагма могла вдохнуть воздух. И каждый вдох – это с болью. То есть Господь этим показал, насколько Он нас любит, какую тяготу Он может понести, то есть все, что возможно, Он делает, лишь бы нас спасти. Даже вот такую болезненную смерть понести за наше спасение. То есть это по ней любви получается на кресте. Да, это максимум любви, но самая мучительная смерть Он избрал для того, чтобы нас спасти. Кроме того, есть в понимании ветхозаветного Израиля, в пророчествах, что «проклят всякий, висящий на древе». Есть такая фраза во второзаконии. То есть все, кто таким образом умирал, они были прокляты в понимании израильтян. Да и в Римской империи крест являлся самой позорной смертью для всех, кто ее, так сказать, употребляли для убиения человеков. Соответственно, Господь взял вот это проклятие рода человеческого на себя. Он таким образом показал, что «Я проклят за вас». Но так как Он Сын Божий, Бог Отец не может от Него отвернуться. И таким образом Он разрушает проклятие Бога Отца к роду человеческому. Он как Сын Человеческий взял проклятие на кресте на себя и снял его с нас. Да, и можно вспомнить, что Иуда, он же тоже висел на дереве в конце концов. Ну, Иуда, он повесился, да. Он не был распятым. Он повесился и, конечно же… Он тоже висящий на дереве. На древе висел, да. Здесь вот чуть-чуть другое. Но Иуда мог бы спастись, если бы он пришел и раскаялся пред Господом за это предательство. Он этого не сделал. Как Петр, так же ведь. Он же тоже предал Господа. Но он раскаялся в этом. И Господь его простил. И он так остался первоверховным апостолом. Поэтому мы, конечно же, много о кресте видим таких вложенных в этот символ смыслов, которые касаются каждого из нас ежеминутно. Каждый день мы с этим прикасаемся. Да, вот еще святитель Афанасий Александрийский тоже, он так говорит, что крест на минуту победа дьявола. То есть, поскольку у дьявола есть дух, блуждающий в воздухе, да, то есть и крест, получается, он как бы между небом и землей победа. Ну да, Господь, он же и, так сказать, не на земле, и не на небе был в момент распятия. То есть, это как раз та среда, где обитают духи поднебесные, падшие ангелы. Соответственно, этим Господь также указывает нам на то, что он победил князя мира сего, то есть сатану. Да, и есть еще для нас тоже в Евангелии спасительный пример распятия на кресте. Это когда благоразумный разбойник, да, покаялся. Вот я всех, так сказать, особенно вновь пришедших, спрашиваю, а кто первый вошел в Царство Небесное? Ну, конечно же, Господь. А потом, кто первым за Ним? Тот самый разбойник, который был распят на кресте справа от него, был, в общем-то, разбойником и грабил, и, может быть, даже и убивал. Но Господь его простил за его раскаяние на кресте. Ну, оно было там недолгим, потому что он умер достаточно быстро. Но, тем не менее, вот эти вот там час-два покаянного состояния души хватило, чтобы ему первым войти в Царство Небесное. «Помяни меня, Господи, и когда придешь во Царствие Твое». Это же разбойник сказал, да? И в этом тоже пример, что мы через крестное знамение, так же, как и разбойник, такие же грешные, а то и хуже его, мы также можем войти через покаяние и несение своего креста в Царство Небесное. Да, у нас не очень много времени остается, 3 минуты. И все-таки мы давайте скажем о кресте, да, крест поклона недели. Вот для чего нам крест вот в середине поста вот так вот выносится? То есть он в субботу вечером на все ночные бдения, да, выносится? Ну, мы все, так сказать, уже достаточно долго постимся. У нас у всех уже силы, может быть, духовные, так сказать, начинают ослабевать. Поэтому дается такое подкрепление, крестное знамение выносится в центр храма, как знамя, как оружие, как укрепление, как сила божественная, как то животворящее древо, через которое мы можем получить духовное напоение души. И таким образом подкрепиться и пройти остаток пути Великого Поста с этой духовной силой от креста полученной. Тем более, что у нас, если в нашем храме будет крест вынесен с частичкой того самого креста Господня, вставлено будет и частичкой Голгофы. То есть такая особая святыня, как всех приглашаем к нам в храм, приложиться к кресту с частичкой креста Господня. А у вас еще и собор в ней будет в воскресенье. А еще и пособороваться можно, еще и так укрепиться духовно. То есть вот все возможные духовные укрепления можно получить буквально в это воскресенье. Да, а что нужно для соборования? Во сколько примерно так вот приезжать? Соборование, оно будет по окончании литургии, где-то, ну, наверное, пол-одиннадцатого, так, в десять, если вы приедете, то как раз свечки поставите, запишитесь, и как раз будет очень хорошо. Подготовка какая нужна, там пост? Для соборования ничего не нужно, просто ваше присутствие. То есть все за вас делают священники, молятся, помазывают, читают молитвочки. Поэтому от вас только присутствие. И заранее записаться надо. Ну и записаться, чтобы мы знали, за кого молиться, то есть ваши имена мы просчитаем. Это одно из таинств, которые смывают с человека все забытые грехи. То есть те грехи, которые мы помним, мы сами должны исповедовать на исповеди. Те, которые мы забыли, Господь, зная наши немощи, Он омывает нас таинством соборования от этих забытых грехов. Да ну вообще, я думаю, что соборование, наверное, сейчас Великий пост во всех храмах проходит только в разное время, да? Нужно просто смотреть расписание. Я думаю, да. То есть те, кто не могут к нам доехать рядышком в храме, уточнить, когда у них соборование. То есть раньше вообще была такая традиция в Российской империи, что раз в году Великий пост обязательно пособорятся, чтобы в течение вот этого года накопленные забытые грехи их смыть. То есть соборование, оно не для того, чтобы подготовиться к смерти, а для того, чтобы облегчить свой путь в жизни. Да, полминуточки. Благодарю вас, отец Миш, что вы приехали. Заключение снова. Помощи вашим вам всем желаю, чтобы и дальнейший путь Великого Поста вы прошли, так сказать, благодатно и радостно, и покойно. И, конечно же, всем желаю увеличить то духовное достояние, которое Господь нам дарует в эти дни Великого Поста. Помоги вам, Господи. Да, благодарю вас, отец Миш, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. До свидания. На сегодня все. До свидания.